Всем привет, это Плюз. Я сегодня пригласила Владимира. Привет! Мы вместе не учились, просто он учился раньше меня и закончил раньше меня. И сегодня я бы хотела немножко поговорить с Владимиром о том, как он учился в университете Хангук, какие у него были, может быть, впечатления, может быть, опыт. И надеюсь, что это видео, несколько видео, которые я буду монтировать в последующем, будут вам интересны и проведет хоть немного совета на вообще образование в Корее и образование в университете Хангук в частности. И, если еще точнее, то на кафедре России и страны СНГ. Привет, Владимир. Спасибо, что пришел, спасибо, что согласился. Очень приятно. Я хотела спросить, а ты из какой страны, почему именно в Корею приехал? Немножко о себе расскажи, пожалуйста. Ну, я из Кистана, Ташкент. Приехал уже давно, здесь лет 8, наверное. Приехал, пошел сначала корейский изучать. Ну, так как я кореец, я знал там некоторые слова, да, там, здрасте, до свидания. Корея. Да, ну, в принципе, один и тот же язык, просто из-за того, что мы не учили его, в семье разговаривали только бабушка, дедушка на корейском, а родителей уже нет. И поэтому пришлось заново учить его, и учил я корейский в Кюмфиде. А ты как-то сам приехал на свои деньги сюда, в Корею или в Блог? Не знаю, может, специально выбрал какой-то грант, либо что? Нет, я приехал сюда на свои деньги, учился в институте, поступил и заплатил первый семестр, тоже на свои деньги. И так получилось, то, что профессор... Ты про Кюмфи сейчас говоришь? Нет, я сейчас говорю про ВД. А, про ВД, то есть ты в Кюмфи уже отучился? Да, я изучал там корейский язык, только корейский язык. Вот, потом поступил в магистратуру в университет Хангук и на РОССС Хакуан. Кафедра России стран СНГ. За свои деньги, но получается так, то что профессор мне предложил работу помощником профессора. Получается, как бы я оплачивал, то есть институт оплачивал на учебу. А, то есть получается, ты получил, ну типа гранта от университета, ты помогал профессору и университет, за это тебе не выдавал зарплату, но тебе он оплачивал образование, получается так, да? Или как? Да, так получилось. То есть ты зарплату не получал точно, да? Да. То есть ты работал бесплатно, но зато учился тоже бесплатно? Ну да, получается. О, здорово. Мне бы так. А, то есть получается, значит, многие студенты, кто приезжают в Корею, они приезжают по KGSP. То есть у тебя не KGSP? Нет, у меня не было никакого гранта. И, скорее всего, это не от института, а от кафедры. А, то есть от кафедры ты получил бесплатно образование, да, получается? Да. Профессор Хоман Сок, он взял меня в помощники и, получается, на зарплату я учил. То есть ты каждый день работал на кафедре, либо где вот? В Yung-Gusso. В Yung-Gusso. То есть вы следует в Сан-Тиатре? Да. Каждый день работал? Как бы с 9 до 6, да? Нет, нет, там после занятий. А, после занятий? Ну, когда было время, там занимался, когда говорили, ну, что-то привезти или что-то сделать, информацию, чтобы найти работу. Здорово. Здорово. А как ты думаешь, почему, может быть, ты какие-то отличительные какие-то качества имеешь? Почему именно вот профессор тебя пригласил? Образование просто не дешевое. Я, вернее, мой муж, плачет за меня. И вот у тебя такая удачная такая возможность, что за тебя плачет на миллиарх получается. Ну, у меня мужа не было, который бы за меня платил. Шутка, да. Ну, да, конечно, с течением обстоятельств, ну, не знаю. Получилось так просто, наверное, я был один русскоязычный. То есть твоя уникальность сыграла тебе пользу? Да. А вообще, почему я пошел в институт именно в Хангу? Потому что там был факультет Роча Сиа Санг Куа. Для меня ведь что важно было? Я бы мог пойти в Хангу, в университет, но на другую, там... Переводчик такой, допустим, да? Ну, да. Либо это... Да, переводчик, например, Томпуньёк Тахакон. Но там люди, как правило, все местные корейцы. Не местные корейцы, там много иностранцев. И, ну, перемешку, да? Вот. А я выбирал факультет, чтобы там было больше местного населения. То есть носители корейского языка именно. Почему я так сделал? Потому что они остаются здесь, они не уезжают потом домой. Вот. А мне нужна была социализация, в первую очередь, друзья. Те, которые не уедут потом в разные страны. А, то есть ты уже хитро поступил. Да, и поэтому я... То есть ты учился, набирал друзей, набирал именно такое, как бы, сообщество, в котором ты мог бы дальше вращаться. И чтобы тебе не пришлось, как бы, в новость влюбливаться. То есть у тебя уже есть какие-то друзья, которые будут тебе скорее же помогать, да? Ну, не обязательно помогать, как бы. Ну, все равно. Я здесь сам. Нормально себя чувствую. Не, ну, конечно, мне очень сильно помогали, когда я учился. Прошу вас, спасибо. Сторого. Да, я очень благодарен. Потому что было трудно поначалу. Ну, и корейский язык тяжелый. Тяжелый? Для тебя тоже тяжелый? Ты же все-таки корейский. Нет, ну, такие, да. Такие простые слова, приходные, я, конечно, могу. Это легко, а когда научный, мы же все-таки, ну, у меня, например, направление политика, и там уже слова очень сложные. Там, насколько корейский, там, это же... Там уже профессиональный язык идет, поэтому тебе тяжело было. Мне тоже, например, сейчас тяжело. И про профессиональный ты говоришь, правильно? Да. А вот про, допустим, обычный корейский, он, в принципе, не такой уж сложный. Ну, да, то, что обиходные, там, корейские слова, это, да ладно, а когда идут научные термины, там уже тяжелее же. Ну, да. Потому что, я, знаешь, когда я просто бывала так, что я просто раз за голову, потому что, ну, не понимаешь, тяжело. И даже меня корейцы сами успокаивают, говорят, что мы сами пару некоторых терминов не знаем, так что не переживай, потому что многие термины идут из ханчи. Ханчи – это такая китайизированная, то, что вот использовано раньше. И поэтому многие эти профессиональные термины, они очень такие сложные, и сами корейцы говорят, что если досконально не изучать глубь, то происхождение некоторых терминов, вообще, может быть, даже непонятно будет, даже своим корейцам. Так что, что говорить о иностранцах? Так получается. Все так, как говорили, нет? Ну, да, в принципе, так обстоит дело. Процентов 70, даже больше, наверное, нельзя это. А ты можешь рассказать, легко ли было тебе учиться, вот про свой опыт вообще, в целом? Какие-то были такие запоминающиеся моменты, может быть, что-то вот ты хотела бы рассказать, чем-то поделиться? Ну, конечно. Может быть, тебе было очень сложно, может быть, тебе кто-то помогал, ну, как-то, что-то такое, в общем, исследовательской жизни. Ну, по учебе, с одной стороны, было сложно, из-за того, что корейский язык, с другой стороны, легко, потому что я знал русский, так как кафедра проще себя, поэтому было легко, и, как бы, ну, получается, мы на равных с местными корейцами, я был на равных, потому что им тяжело, тяжело русский язык, а мне было тяжело корейский язык. Поэтому, как бы, то есть, получается, корейцы так высоко не смотрели, да? То есть, им тоже было тяжело, они себя очень хорошо понимали, да? Ну, тут вообще студенты, которые учатся в нашем москве, они, у них такого нет, смотрится, как высоко, там, взяты, или что-то, они носят даже, как бы, к своим, в принципе, никакой дискриминации, ничего такого не было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!